С вами снова я, Ольга Джералл и Amazing Russian. Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о море. В его названии есть название цвета. Таких морей всего четыре. Это Чёрное море, Красное море, Жёлтое море и Белое море. Сегодня я расскажу вам о Белом море. Почему? Потому что я недавно побывала на севере России, на Белом море, и хочу рассказать вам об этом интересном и удивительном месте. Итак, сегодня мы с вами побываем на берегу Белого моря. Вот сейчас я на берегу Белого моря, недалеко от города, который называется Беломурск. Сейчас хорошая погода, светит солнце, голубое небо, на небе белые облака, дует ветер, на море небольшой бриз. Хотя сейчас середина лета, 10 июля и погода солнечная, у моря прохладно, градусов 15-17 по Цельсию. Это север России, и здесь практически не бывает жарко. На берегу очень тихо, почти нет людей. Можно сказать, что это дикое место. Воздух здесь свежий и чистый. Пахнет водорослями. Их здесь много на берегу. Сейчас отлив, и вода далеко от берега, и поэтому водоросли хорошо видно. Вот такое оно, Северное море. А вы знаете, где находится Белое море? Давайте посмотрим на карте. Белое море находится на северо-западе России. Вот оно, Белое море. Оно относится к Северному Ледовитому океану. А это город Беломурск, где я была. Он расположен на берегу Белого моря. Вот несколько интересных фактов о Белом море. Белое море – это маленькое море. Это самое маленькое море после Аральского моря. Это не очень солёное море. Средняя глубина моря – 67 метров. Как видите, Белое море не очень глубокое. Чем же богато Белое море? Конечно же, в Белом море много водорослей. Оно богато водорослями. Их собирают, сушат, маринуют и едят. А также их используют в косметологии. Белое море также богато рыбой. Это значит, что в Белом море много рыбы. 60 видов рыб живёт в Белом море. Вот эта рыба называется беломорка. На самом деле это беломорская селёдка. А какой климат на Белом море? Климат здесь полярный и умеренно континентальный. Часто бывают туманы. Здесь высокая облачность. Это значит, что на небе много облаков. Часто идут дожди и дует ветер. В октябре-ноябре на море бывают штормы. А в ноябре море замерзает. 6-7 месяцев оно покрыто льдом. Примерно до мая-июня. Температура воздуха в феврале бывает минус 15 градусов по Цельсию. Иногда бывает и 25 градусов мороза. Лето на Белом море прохладное, облачное, влажное, потому что часто идут дожди. Температура воздуха в июле обычно плюс 8-10 градусов. Иногда бывают очень тёплые дни с температурой 17-19 градусов. В такие дни можно даже купаться. Температура воды может быть градусов 15 тепла, и поэтому в Белом море купаются даже маленькие дети. В Белом море можно наблюдать приливы и отливы. Что это такое? Отлив – это когда воды мало, вода далеко от берега. Отлив может быть от 1 до 10 метров. Прилив – это когда воды много, и она близко от берега. Приливы и отливы бывают два раза в сутки. Сутки – это 24 часа. Вот сейчас вы видите отлив. Во время отлива на берегу можно видеть грязный мокрый песок, лужи и, конечно, водоросли. Их здесь много, и они разных видов. Вот сейчас вода прибывает. Это происходит очень быстро. Вот воды уже больше. Весь берег покрывается водой. А вот здесь уже хорошо видно прилив. Вода близко от берега, воды очень много. День подходит к концу, уже вечер, и нам пора домой. Так приятно было побывать на берегу Белого моря. Мы прощаемся с Белым морем и Русским севером. До следующего раза. Я с вами тоже прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok